Уважаемые дамы и господа, мы завершили очень полезные переговоры, которые прошли в традиционно дружественной, доверительной атмосфере и были предельно конкретными. У нас есть общее понимание, что наши отношения базируются на очень прочном фундаменте, который строится на основе принципов добрососедства, партнерства. В наших отношениях отсутствуют какие-либо серьезные проблемы и созданы самые благоприятные условия для динамичного развития взаимодействия во всех областях. У нас хорошая база двустороннего сотрудничества в таких сферах, как экономика, включая энергетику, в том числе атомную, современные технологии, культурные и гуманитарные сферы. И хорошие перспективы имеют многие проекты, которые сейчас обсуждаются соответствующими ведомствами двух стран и в энергетической, и в инфраструктурной сферах. Мы рассчитываем на активное участие в реализации этих проектов межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Мой коллега Мирослав Лайчик назначен в дополнение к функции министра иностранных дел и вице-премьера, еще и сопредседателем этой межправительственной комиссии. И будет вместе с российским сопредседателем Дмитрием Рогозиным в ближайшее время проводить встречу и готовить очередное заседание межправительственной комиссии. Мы обсудили целый ряд международных проблем по многим аспектам ситуации в Европе и в мире в целом. Наши страны придерживаются весьма близких позиций. Мы, разумеется, рассмотрели достаточно подробно отношения между Россией и Евросоюзом, деятельность Совета России и НАТО. Мы совсем недавно в Брюсселе вместе участвовали в министерском заседании Совета России и НАТО. Мы с удовлетворением отмечаем весьма позитивный настрой наших словаских партнеров в том, что касается продвижения к безвизовому режиму между Россией и Евросоюзом. И оценим, что тем временем в рамках действующих шенгенских правил Словакия готовит дополнительные облегчения для посещения этой страны российскими туристами. Из международных тем мы обсудили и Балканы, и Ближневосточную ситуацию, Арабскую весну, Сирию, ну и целый ряд других вопросов. Условились на будущий год наладить еще более тесное взаимодействие между нашими министерствами. Я признателен Мирославу Лайчику за наши переговоры, за сотрудничество и предоставляю ему слово. Спасибо. Добрый день. Я хочу поздравить всех граждан Российской Федерации с Днем Конституции. У нас вчера и сегодня были очень хорошие переговоры с министром Лавровым. Я хочу поблагодарить за эту возможность. Наша встреча состоится накануне первых встреч в верхах Евросоюза Российской Федерации и накануне 20-летия празднования возникновения Словакии и установления дипломатических отношений. Мой визит является первым визитом члена правительства Словакии с его вступлением в должность в апреле этого года. Я приехал, чтобы выразить нашу готовность продолжать развивать дружеские, прагматически конструктивные отношения с Российской Федерацией во всех областях. У нас уже многое наработано, но мы идентифицировали целый ряд вопросов. Прежде всего, в торгово-экономической области, у которых есть огромная перспектива для дальнейшего развития. У нас есть ряд договоров, 7-8 договоров, по которым ведутся переговоры и которые мы бы хотели финализировать. Готовим заседание, 16-е заседание уже в межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Хотели бы провести его в начале следующего года, чтобы продвинуться вперед. Словакия заинтересована в развитии межчеловеческих контактов с Россией и в развитии туризма. У нас хорошо развивается туризм, особенно зимой, и то, что мы называем корпоративный лечебный туризм. Для того, чтобы сделать это еще аттрактивнее, мы приняли в правительстве Словакии решение значительно облегчить процедуры для получения виз Словакии. И мы надеемся, что это отразится в повышении количества туристов и граждан России, которые будут путешествовать в Словакию. Конечно, Словакия является членом Европейского Союза, Российская Федерация – стратегический партнер Евросоюза. Так что мы говорили о ряду вопросов, которые находятся на повестке дня ЕС-Россия. И так как Российская Федерация является глобальным игроком в международной сцене, мы, как министр Лавров сказал, обсудили целый ряд международных вопросов. Встреча у нас была, я думаю, очень полезной и прошла в очень хорошей обстановке. И еще раз хочу поблагодарить за все это. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Журнал «Международная жизнь». Прошу. Добрый день. Вопрос к обоим министрам. В новом году наши страны будут отмечать 20-летие установления дипломатических отношений. Скажите, пожалуйста, какие ключевые мероприятия предусмотрены? И еще один вопрос дополнительный к Мирославу Лайчику. Вы будете выступать в Российском Совете по международным делам с лекции. Что за тема, если можно? Я тогда начну отвечать. Действительно, у нас, как мы уже сказали, 1 января исполняется 20 лет дипломатических отношений. Это такая очень важная дата. И мы договорились, что праздник будем отмечать конкретными делами. Как уже сказано, предстоит заседание межправительственной комиссии, которая будет призвана обобщить, инвентаризировать положение дел в торгово-экономических и научно-технических связях. Целый ряд проектов находится в достаточно высокой стадии проработки. И я уверен, что там будут сформулированы рекомендации, принято решение, которые позволят эти проекты продвинуть. Планируется также завершить подготовку целого ряда документов, о чем Мирослав сейчас сказал. Ну и по мере накопления вот этой конкретики, конечно, будем договариваться о сроках возможных контактов на высоком и высшем уровне. Помимо торговли, экономики, научно-технического сотрудничества, у нас гуманитарные связи, которые весьма и весьма насыщены. И целый ряд мероприятий будет запланирован и проведен и в будущем году. Так что я уверен, что эта дата не пройдет незамеченной. Нет, это ни в коем случае. 20 лет возникновения Словакии, это, конечно, очень значительная дата. Мы будем ее отмечать культурными манифестациями, но мы тоже договорились, как министр Лавров сказал, что важнейшее то, чтобы мы это праздновали содержанием, дальнейшим продвижением наших двусторонних отношений. И я не буду повторять то, что сказано, мы идентифицировали в каких областях это хотим сделать. Но действительно, есть желание, чтобы в следующем году было видливо качество наших отношений. Что касается моей лекции в Совете по международным делам, она называется «Европейский союз и Россия вместе нельзя в роз, куда ставить запятую». Я буду говорить о том, как мы хотели бы видеть отношения между Европейским союзом и Россией. Мы стратегические партнеры, конечно, но и никакого секрета не открылось. И скажу сейчас, что мы хотим, чтобы действительно по всем направлениям нашего сотрудничества это стратегическое партнерство и хорошее конструктивное сотрудничество было явно. Спасибо. Пожалуйста, еще один вопрос есть. Голос России, прошу. Ольга Денисова, «Голос России». Сергей Викторович, Вы отметили, что обсуждали на переговорах также международную тематику. И вот вопрос по Сирии. Буквально накануне президент США Марак Обама признал национальную коалицию революционных и оппозиционных сил Сирии единственным легитимным представителем сирийского народа. И не противоречит ли это договоренностям России и США о поиске выхода из сирийского кризиса на основе Женевского коммунике? Да, я тоже узнал с некоторым удивлением, что Соединенные Штаты устами своего президента признали национальную коалицию единственным легитимным представителем сирийского народа. Это противоречит договоренностям, которые зафиксированы в Женевском коммунике, которые предполагают начало общесирийского диалога между теми представителями, которых назначит правительство с одной стороны и оппозиция с другой стороны. Когда национальная коалиция была сформирована и одобрила свой манифест, в котором говорилось, что главной целью является свержение режима, демонтаж его институтов и что национальная коалиция не будет вести какого-либо диалога с правительством, мы поинтересовались наших американских партнеров, насколько это вяжется с логикой, которую мы зафиксировали в Женевском коммунике, и нам ответили наши коллеги американские, что главное оппозицию объединить, а уж что касается ее платформы, то ее можно будет откорректировать. Судя по всему, они решили эту платформу не корректировать, и раз коалиция признана единственным легитимным представителем, то, видимо, Соединенные Штаты решили делать всю ставку на вооруженную победу вот этой самой национальной коалиции. Мы, естественно, будем еще у наших американских коллег уточнять, как они себе эту ситуацию представляют с учетом вот этого заявления, но в ходе консультации, которые буквально три дня назад состоялись в Женеве, нам показалось, что американцы все-таки понимают необходимость создания условий для общесирийского диалога с участием в том числе и правительства. Так что это для нас достаточно неожиданный разворот, и, как я уже сказал, будем прояснять, что конкретно имеется в виду и как теперь они предполагают действовать. Спасибо за внимание. Всего доброго.